Выпала маска, и мы такие, ща я буду зайчиком, надеваем маску, и такие, я чувствую прилив сил. Субтитры сделал DimaTorzok Мама лаяла на отца, отрывистое, как дикое животное из передачи Николая Дроздова. Действительно синий Дед Мороз, который ведет утренник. Он обычно синий после утренника, а не во время. В его огромной руке появился мешок. В нос ударил запах какао, халвы и мандаринов. Дед Мороз поглядел на меня внимательно. Разве то конфеты были? Так, одно название. Вот у меня конфеты волшебные, прямиком из в Небыляндии привезенные. Какая Небыляндия, Дед, это не наши сказки. Ты чё? Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Да-да-да, есть такое. Блин, никогда на деда не заказывали. Вот я знаю, что некоторым детям для этого на деда заказывают. Вот это слишком роскошь. Приходилось этим общественным детом пользоваться. У нас деда переодевался. У меня никто не переодевался в деда никогда. Никогда. Вообще никогда. Даже батя, никто не переодевался. Зажопили дедом мне. Не надо заказывать в деда, на дом заказывайте снегурок. В смысле снегурок? Мне дедов нормально. Чё я там у снегурок не видела? Да и подарки деды приносят они снегурки. Снегурки просто посредники. Они приходят и такие, деда где-то рядом, зовите. Дедушка Мороз. И потом он такой вываливается в полоте. Между садиками спал, походу. Он высыпал из багрового мешка. Гор угощений никаких я не видел даже в рекламе. Там такие кифкаты. Ну реально. Ну кивей, сникерсы, окей. Я желание исполняю сокровенные для вас. Ой, здесь с Ромкой дружить. Это всё-таки кровь или шоколад? Тук-тук, можно к вам? Нет. И батя, конечно, да. У мамы улыбка деда из мема, а батя Гигачат. Она вновь улыбнулась мне. Что ты задумал? И смотри на меня, как на пашляка. Работает профессионал. Я наметила будущее контуры оборожительного силуэта. Знаешь, я часто наблюдала за тобой отсюда. Она бросила взгляд на свою бывшую парту, смущенно убрала за ушко локона. Правда? И с такими широкими линиями я обозначил миленькие скулы. Мне никогда ещё не удавалось с такой точностью взять пропорции чьего-либо лица. Полина. Что? Антон. Ох. Можно мне скример здесь куда-нибудь? Нет. Она замерла, боясь неверным движением помешать мне и развеять волшебство. Наклонись, пожалуйста, сюда. Вот так, да. Хорошо. Ты что творишь? Оденься. Оденься обратно. Задыхаясь от волнения, Полина расслабила узелок шейного платка. Шей. Чего? А, типа, ладно. У них такие странные диалоги. Наши глаза встретились. Карандаш носился от бумагой, яростно штрихуя тяне на её груди. Скажи, ты согласна стать героиней моего комикса? Сладкая дрожь пробежала по её телу. Она томно закатила глаза от удовольствия. Поставь руки на стол, будешь? С лицом? Можно, можно, скример, пожалуйста? Я хочу скример, я не хочу... Не надо. Уберите её, уберите её. Уберите её. Как долго я ждала этих... Фу, кринж, пожалуйста, уберите её. Ужасная мазня смотрела на меня. Там, где секунду назад было лицо Полины, сейчас красовалась бесформенная месси. Нет, я передумала, верните порно, пожалуйста. Я... Я передумала. Калик, дверь. У тебя зырного на огонь, и ты клокнуть на! Нет, спасибо. Базаришь. Катовать научился. Мамкинам. Позы. Показай мне свои рисунки. Паяльникам по дереву, не легально. Паяльникам по дереву. О, ничего себе, ты хорош. Пацанов не спалили, респект получили. Да, всё... Калик, на день рождения тюльпан замутил на разделочной доске. О. В общем, здорово, что мы с тобой познакомились. Только давайте не будем обниматься на радость. Боится на свою гетеросексуальность. Но мы настолько хороши, что ему нужно подальше отойти от нас. черный гараж внутри белый осенью мы с пацанами от нефиг делать черной магией баловались и оба на это же темная магия ты че делаешь шо ты че делаешь вместе держаться вот что втроем мы как вольтрон автоботы трансформируем ладно раз все мы больше нет айда с нами дело 1 постоишь для вида покараулишь и не садов и не заржавеет у нас мы дойдем да тебя пинка застекла переносница перед переносницу переносицу голосе появились капризные нотки чуть с ума с другом не сошла понимаю она погладила меня значительно ниже раны решительно шагнула вперед и схватилась за пряжку ремня я увернулся но не тут то было девочка очутилась сзади поделаю ремень пальцами попробовала стащить штаны дед въезжай твой выход о курва ах ты ж сука отпусти я крутанулся и полина прижалась ко мне заливаясь смехом легонько пригусила мою руку дернула за ремень снимая без рук сучара отступая я врезался в диван и упал плашмя на его мягкую поверхность полина приземлилась сверху волосы накрыли мое лицо защекотали ноздри а еще я чувствовал сквозняк голой кожей бедер и таки удалось удалось и таки удалось стянуть с меня штаны я лежал под ней частично ноги и сгорал от смущения договорились мое сердце выстукивало бешеный ритм под ребрами в висках и в бенки на члене я забыл что лежу под небе штанов и трусь голым бедром а ее ногу проник проник в твою голову посол я не могу это дороже скрипки гварнери знаешь сколько стоят мужские яички отдельно дорого можешь пару скрипок купить каждая клеточка моего тела пела от восторга словно я пробовал на вкус прекрасную можно убрать эти хлюпа на пони господи под верните мне расчлененку я не могу а блять а чёрт вот дегустировал нечто более совершенное чем мелодия шу-шу-шу-шумана я тут увидел зеркало на дверцах плотяного шкафа и тут я увидел зеркало на дверцах плотяного шкафа а там дед дайте деда там отражалась приоткрытая дверь в нутро коридора а я знаю что ты дрочишь рассекреченный старик дал задний ход отъехал от двери и канул варивать теней 8 грёбаных часов спустя как мне плохо по свечку не жопой судя по его возрасту спасибо спасибо барон доброе утро и спокойной ночи кому что кому что все спокойной ночи приятного отдыха хорошего дня я теперь у тебя блять не могу